Количество автотранспорта в столице республики ежегодно растет. В час пик на дорогах одновременно может находиться до 170 тысяч машин. И большинству из них надо где-то парковаться. Свободных же мест на стоянках, как правило, не бывает. Ситуацию могут изменить платные парковки. Найти свободное место для машины – тот еще квест. Надо сначала нарезать несколько кругов, углядеть того, кто уезжает, и успеть втиснуться в пространство раньше других. В безвыходной ситуации водители паркуются хаотично, перекрывают выезды, оставляют машины на газонах и в пешеходных зонах. Ругаются и соглашаются, что проблема во многом может решить плата за стоянку. Если некуда поставить, то надо делать платные. Куда деваться? Платные, наверное, нужно. В определенных местах. А так, чтобы везде делать, тоже, наверное, нежелательно. Мониторинг загруженности парковочных мест ведется постоянно. Их катастрофически не хватает в Московском районе. Например, рядом с местами общественного питания, учебными заведениями и торговыми центрами. При разговоре с водителями, с просьбой мы обращались к ним, не оставлять машины на целый день. Речь сводилась к тому, что парковка муниципальная, мы можем делать все, что угодно. В кафе нам очень часто жалуются посетители, что нет парковочных мест, они уезжают в другие места. Соответственно, потеряется выручка у предпринимателей, то есть у наших арендаторов, ну и, соответственно, у продовольственного магазина. Поэтому мы обратились в земельное управление города с просьбой организовать на данной территории платную парковочную стоянку. Высказать свое мнение, где необходим платный паркинг, могут все жители столицы. Голосование на эту тему проходит на портале «Открытый город». Пока речь идет только о парковках в северо-западном районе. Условия обычные, как на любой стоянке. По итогам голосования будет выбрано несколько мест для организации платных парковок. Строить их планируют летом этого года.